давайте откроем с вами евангелие иоанна 9 главу я назвал сегодняшнюю проповедь он прозрел они поверили он прозрел они все читал девятую главу евангелие от иоанна по моей просьбе сегодня я хочу чтобы мы с вами сегодня по поводу именно этой главы поговорили потому что на самом деле я думаю что вы не раз слышали эту историю но почему-то почему-то мне сегодня она запала так я проснулся с темой прочитать именно по этому поводу но думал что там история это коротенькая на самом деле про это исцеление потому что мы часто они говорили и вот недавно были на тбн тоже говорили о том что кто-то согрешил соответственно кто-то должен за это расплатиться а согрешил ли человека действительно ли это расплата ну и так далее говорили о том что на самом деле никто не согрешил это вот все ради славы божьей произошло но начал читать смотрю она не кончается и не кончается такого не кончается и таких глав на самом деле в библии очень мало когда вся глава того или иного местописания посвящена какому-то определенному эпизоду и этот эпизод он такой вроде как бы нужно о чем там говорит так много вот например похороны сары возвращение вере пребывание евреев в египетском рабстве четыре стиха а похороны сары целая глава причем с подробностями где зачем куда и так далее и и и и вот и хочется понять почему бог обращает наше внимание именно на таким давайте с вами начнем с самого начала этой главы здесь я напомню о чем идет речь до этого иисус разгромно просто выступил перед фарисеями и рассказал им о том что они совсем не дети аврамовы они совсем не выполняют то что делал авраам и вообще вполне возможно что они дети сатаны так он им сказал практически и они хотели его убить а он написано прошел мимо них и удалился и 9 глава начинается с того что он проходя мимо одного из городов увидел человека слепого от рождения нам конкретно указывается несколько фактов очень важных фактов что во первых он ушел оттуда где его хотели побить камнями где он обличил людей и говорил там о том что он делает дела божьи они горели что он богохульник и на самом деле что он никакой не сын божий что он какой-то там страшный вообще человек если мы будем считать после девятой главы там они все говорили что в тебе без а другие фарисеек или как без может ну как без может отверзать очень слепом и вот дальше интересный момент происходит это очень важный момент по мне написано ученики его спросили вот вот второй стих да ученики вы спросили равен кто согрешил он или родители его что родился он слепым то есть для очень во первых то что там были ученики это о многом говорит ученики ученики следовали за ним везде они никогда от него не отходили это очень важный момент если мы считаем себя христианами то есть последователями христа мы должны помнить что мы не должны отходить от христа где бы мы ни были куда бы мы не шли куда бы он нас не вел мы должны быть возле него почему выше петр от уже озвучил скал тебя все глаголы существительные прилагательные вечный и так иисус а второе то что они сразу спрашивают у них уже априори в голове есть мысль 6 у человека недуг то это значит плата за какой-то грех кстати где они это уже слышали они это слышали уже когда он исцелил больного который 38 лет лежал в купальне бетхезда и потом когда встретил охране сказал вот исцелил тебя господь перейди больше не греши чтоб с тобой ничего хуже не случилось они подумали а если у человека не дуг 38 лет значит он грешил и это плата теперь они раз увидели ну нормальное поведение до увидели слепого кто согрешил он или родители то что родился он слепому не потом ослеп он родился слепым иисус отвечал вот это очень важный момент иисус очень терпеливо рассказывал своим ученикам что и как происходит он отвечает не согрешил не он не родители его но это для того чтобы нам на нем явилась явились дела божьи он не говорите о том что сейчас я буду произвести вам чудеса буду вам давать всякие знамения нет он говорит о том что так произошло чтобы дела божьи на нем явились и дальше он делает очень интересный ритуал он уже мог просто подойти коснуться его рукой да как помните как тому глухому он палец в ухо засунул тот стал слышать а чего бы ему так палец на каждый глаз не положить и он бы не прозрел он делать ритуал но перед тем как он сделал это ритуал он рассказывает что и для чего он должен делать причем никакой связи между тем что сейчас человек начнет видеть и тем что говорит сейчас иисус нет казалось бы да очень интересный такой поворот событий мне должно делать дела пославшего меня доколе есть день приходит ночь когда никто не может делать доколе я в мире я свет миру он говорит такую вещь я горит свет миру я должен что-то делать какие-то дела божьи сказав это он плюнул на землю сделал бреньем то есть кусок грязи и помазал временем до бреньем прости прощения бреньем глаза слепому и сказал ему пойди умойся в купальне силуам что означает посланный за купальня шилох если кто был в иерусалиме шилох называется и пошел и умылся и пришел зрячим смотрите какая коротенькая история помазал его грязью пойди говорит умойся он пошел умылся и пришел зрячим две вещи которые очень важно увидеть здесь в этот момент первое то что иисус рассказывает что ему надлежит делать здесь на земле увидев вот такое дело как слепого от рождения он это рассказывает своим ученикам он мог бы промолчать в принципе он просто ему сказать смотрите что я делаю так он мог сказать смотрите что я делаю он берет тьфу грязь помазал иди умойся пришел вот видите все дела божьи явились но нет он говорит я свет миру я должен делать позже в 14 главе с 12 по 15 стиха он говорит истинно истинно говорю вам верующие в меня дела которые я творю и он сотворит и больше сих сотвори и дальше он говорит потому что я иду к отцу если чего попросите у отца во имя мое то сделаю это прославится отец и не если чего попросите во имя мое то я сделаю если любите меня сами люди мои заповеди то есть он напоминает каждый раз вернее напоминает готовит каждый раз людей к тому своих учеников что когда его не будет среди них им нужно будет делать не только то что он делает сейчас но и другие вещи гораздо больше чем эти но потом он предупреждает что без меня не можете делать ничего а потом говорит все что попросите во имя моего отца я сделаю я говорит сделаю почему потому что мы должны продолжать его дело это главный посыл вот этих вот начала этой главы короткая история он увидел человека больного от рождения явил дела божьи рассказал как и для чего он это делает проделал какой-то определенный ритуал и и все и человек стал зрячим давайте обратим внимание на этот ритуал он может показаться странным плюнул на землю сделал кусок гребчу еще раз вы просто не дотронуться до глаз и не сделать его зрячим обратите внимание сам слепой этого процесса не видел согласитесь он не мог его видеть и вы видели ученики ученики задумались что почему как почему почему нужно поливать грязь почему нужно мазать нет они не задают вопросы ему они уже привыкли потому что начинают задавать вопросы придет обречение самим нужно догадываться и я думаю я думаю еще раз говорит мое такое мнение что в этот момент они вспомнили что называется вся жизнь пролетела перед глазами от бытия то их наших дней до их тех дней и вспомнили что бог создал человека из чего с прахом из грязи иисус стал часть себя то есть какую-то воду жидкость какую-то до смешал из пыли получилось что-то что дало жизнь глазами глаза фактически мертвые были они они не 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 видели если вы когда-нибудь если вам доведется дай бог что не довелось но вдруг увидите мрт средства мрт слепого глаза он выглядит мертвым черное пятно слепой глаз и иисус говорит теперь пойди и умойся а что нельзя было не умытым что ли просто вот взять там пойти и спокойненько видеть себе нет нужно было пойти и умыться причем не просто пойти где-то и умыться скорее всего источники воды там были везде но горит именно в ту купальню и вернулся он зрячий опять же ученики наверное просмотрели всю историю от грится бытия до наших дней а там же потоп еще был нужно было водой что-то смыть какую-то смерть какой-то грех ну я так думаю и они увидели что в этом в этом ритуале есть что-то наверное скорее всего они хотели потом это повторить кстати они скорее всего слепому и рассказали что с ним сделали почему человек когда подышать об этом поговорим человек когда он прозрел обратите внимание давайте читать дальше вернулся зрячим тут соседи и видевшие прежде что он был слеп говорили не тот ли это который сидел и просил милостыни иные говорили это он а иные похож на него он же говорил это я тогда спрашивали как открылись у него глаза то есть смотрите он не заявлял что он стал зрячим он же не говорил я вижу я вижу я вижу я вижу но пока нет так не написано они увидели что он стал зрячим согласитесь со мной что люди слепые и люди зрячие ведут себя по-разному вы видели когда-нибудь слепых людей они ведут себя по-разному на чем они сосредоточены когда вот люк слепой человек идет по улице на чем он сосредоточен во первых во вторых на чем давайте ну вот виду он на 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 он же не видит ничего как он воспринимает окружающий мир не а как он воспринимает окружающими на слух он воспринимает окружающий мир на слух то есть соответственно когда у человека потеряно зрение у него очень сильно развита развит слух он слышит все что вокруг него говорят и вдруг когда он начинает видеть то что он слышит он начинает вести себя по-другому то есть до этого он воспринимал мир только одним способом и у него была своя картина мира непонятная до сих пор и он тоже она не видел он только мог представить себе что это такое вот ему сказать грязь мы если что он на ощупь может пощупать грязь и поверить что это грязь на самом деле не видит что это грязь ему сказали это скамейка он мог только ну поверишь туда скамейка сказать ему это храм ну хорошо вот так звучит храм так звучит птица так звучит вода так звучит мама так звучит папа вот это все что он мог понимать увидеть этого он не мог давайте представим себе на секундочку человека который всю жизнь идет и только на слух воспринимает что ему говорят вот сегодня точно актуальная тема куча всяких слухов как звучит то как звучит это нам сегодня рассказывают что вот это нельзя слушать это можно слушать и в конце кстати сказать иисус об этом говорит что если вы были слепыми то не было на вас греха так как вы говорите что вы зрячий то весь грех на вас так вот мы с вами до покаяния до встречи с иисусом крестом мы воспринимали мир по одному нас была одна картина мира но согласитесь так ведь было у нас была одна определенная картина мир то что мы к ней привыкли нас вот так научили что вот эта скамейка да как это кошкин дом помните это стул на нем сидят это стол на нем едят да а когда приходит какое-то другое понимание то есть наши духовные глаза открываются мы вдруг начинаем картину мира воспринимать то есть мы видим как бы одно и то же но воспринимаем это по-другому и вести себя начинаем по-другому могу посоветствовать вам о себе когда я покаялся все кто меня видели до этого я еще не даже разговаривать не начал они мне сказали что что-то во мне изменилось и так было у каждого из вас возможно вы не обращали на это внимание что-то вас изменилось люди начали воспринимать вас по-другому они вдруг начали на вас по-другому реагировать потому что вы стали зрячими вы увидели то чего раньше не замечали то что раньше вам казалось нормой или обыденным состоянием сегодня вас не устраивает потому что сменилось гражданство сменилось гражданство вы сегодня приезжаете в другую страну или слушаете что-то другой стране и ваше гражданство скажем израильское и вы понимаете что вы не можете там на хай вы не понимаете как там все это происходит как люди живут в этой стране вообще вы не понимаете а для них непонятно как мы живем здесь непонятно потому что мы видим все по одному они по то же самое у нас нас наше гражданство сменилось гражданство стало небесным и уже земная жизнь нас не устраивает так как устраивало раньше мы пытаемся что-то поменять в себе в окружении и так далее и что произошло смотрите он им говорит следующие слова человек называющий себя иисус сделал это сказал сделал брение помазал глаза мои и сказал мне пойди купальню силам и умойся я пошел умылся и прозрел еще ничего не прибавил ничего не убавил как было так есть откуда он узнал что иисус помазал ему брением глаза ему рассказали откуда узнал что его зовут иисус ему рассказали то есть он получил какое-то явное свидетельство сверхъестественного проявления силы божьей на свою жизнь а потом спросил а как это произошло мы же все так спросили а что произошло мы же все пришли к своему пастору когда пока что произошло почему это так происходит и начали двигаться с иисусом начали кто-то начал додумывать чего-то кто-то просто свидетельствовал о своей славе как он вернее о божьей славе как он и вот дальше интересный момент люди начали искать иисуса бум здесь написано тогда они спросили где он сразу где он почему они его начали искать почему люди которые видят в нас перемены разительные начинают искать а где он я вот когда похудел и явился значит было явление мое народу похудевшим виде они даже те кому не надо худеть прошли как ты это сделал я вот тебе зачем тебе вообще не наоборот надо бы как вы покормить хочется тебя а ты зачем меня спрашивать так и здесь люди начали спрашивать а где он где тот кто это сделал как вы думаете для чего они его искали у меня есть три варианта который я увидел первый вариант они хотели научиться делать то же самое все хотели делать чудеса второй вариант они хотели чтобы чудеса сделали с ними если человеку открыли глаза может быть можно вторую корову попросить ну знаете крыша прохудилась опять же ну какие у нас есть когда золотая рыбка да в сказке знаменитый что еще сделать три желания у тебя есть он говорит значит виллу на канарах rolls-royce красивую жену миллион долларов в банке это раз наши у каждого есть список желаний но вы знаете мы готовим список которые нас интересуют сценарий наш и вот приходит сверхъестественное проявление на ком ты мы сразу а а мне а у бога другие планы вы думаете вот этот человек слепой от рождения он что знал что придет иисус и его излечит из цели вообще не написано что даже ему обратился был слепой вертимей который обратился он ждал он искал он хотел этот не хотел вообще он был вообще ну сидел и просил 7 было хорошо родители знали что он слепой все знали что он слепой как от рождения понимали что он не прикидывается все было хорошо и вот они начали его искать и третий вариант какой? То есть первый вариант это чудо мне, второй вариант хочу так же, третий вариант поглазеть. Просто поглазеть. Давайте посмотрим, что еще я сделаю. Давайте посмотрим, что еще, а что еще, давайте посмотрим. А может билеты мы продаем, помните? Остап Бендер, провал, покупайте билеты в провал. Разные есть люди, ничего не изменилось, что было то и будет, нет ничего нового под солнцем. Обязательно найдется кто-нибудь, он начинает сделать коммерцию. Не нашли его, Иисуса не нашли. Как только мы не находим объяснение тому, что произошло, что мы делаем? Находим умного и идем к нему. Простой вариант, когда у Винни-Пуха с чем-нибудь что-то не получалось, они куда шли? К сове. Она типа умная, а на самом деле просто простуженная. Говорить быстро не могла, поэтому... Пошли к фарисеям. Смотрите, тогда сказали, да повери его бывшего слепца в фарисея. А вот дальше начинается перечисление фактов, очень интересное. Первый факт мы знаем, что он встретил человека слепого от рождения. Это факт. Он был слепой от рождения. Второй факт написан. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. О, ключевой момент. Была суббота. Где-то мы в каком-то Евангелии это уже слышали. Там была женщина, которую исцелили в субботу, и фарисеи на него, там, в современном языке наехали, сказали нельзя. Он спросил, почему? Они говорят, нельзя, потому что. Почему не? Потому что. А почему у них такое объяснение? Очень просто. Дело в том, что на тот момент существования фарисейства уже начала формироваться так называемая устная тора. В устной торе, поскольку помните, да, историю с Ездрой, которая называется Эзра, да, и Нехемией, которая Неемия на самом деле. Нехемия, он, Нехемия на самом деле, Неемия. История была такая, что когда они вернули, ну, евреи вернулись из Вавилона, они за 70 лет вообще забыли закон Божий. Вообще они, когда Эзра написано с утра, да, с рассвета и до полудня читал на возвышенном месте, читал им закон Божий, они написаны, плакали и каялись. И что значит, они вообще просто даже думать про него забыли, а он им как новое откровение какое-то явил. Представляете? Тогда начала зарождаться устная тора. Евреев, как и потом в изгнании его, в двухтысячелетнем последнем изгнании, нужно было как-то держать в рамках. Слава Богу, за фарисеев на самом деле, потому что если бы не фарисеи, то евреи бы давно ассимилировались, как в Германии это произошло в начале прошлого века. Ассимилировались бы. Вы в Германию, если бы приехали в тридцатые годы двадцатого века, вы бы не отличили еврея от немца вообще, или немца от еврея. Они же фамилии одинаковые, практически. Только они одни на идущ разговаривают, а другие на немецкий. Учатся в тех же университетах, одеваются так же. В отличие от евреев в Польше, которые всегда были изгоями. Почему? Потому что ходили со своими пейсами, со своими штреймалами, со своими этими цицитами. Их всегда знали, что это евреи. И если бы не фарисеи, кстати, евреи бы во всем мире ассимилировались. И вот они начали как-то поддерживать в народе стремление сохранять законничество. И слава Богу, потому что иначе бы опять же там греки, римляне, то-се, пока там уже имена начали давать греческие. У Иисуса были ученики евреи с греческими именами. Филипп, Андрей. И вот они привели к фарисеям, и те говорят, в суббота, ага, ну-ка рассказывай, как он это сделал. Ладно, они уже смирились, что в субботу Бог может являть чудеса. Ладно, чудеса можно, но что он тебе конкретно сделал? И он им говорит. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся, и вижу, опа, стоять. Написано в Торе Моисея, что нельзя делать никакой работы. А написано ли, какой конкретно работы нельзя делать? Не написано. Для этого существует устная Тора. А там написано, коротко, нельзя ничего издавать, без ничего создавать. Второе. Нельзя умываться, потому что, когда мы умываемся, мы должны после этого вытереться, а когда мы вытираемся, мы можем случайно вырвать волосину из брови. Все. Это нарушение субботы. Вот что им помешало. Слушайте, человек прозрел, он от рождения был слепой. Сидел, просил милостынюю. Суббота он видит. Простите, какая вам разница, что ему помазали на глаза, мед или брение? Нет. Тот, который тебе сделал, чтобы ты видел, он нарушил субботу. Значит, кто? Грешник. Тогда некоторые фарисеи говорили, смотрите, одни говорят, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Ну, проще так сказать. А другие говорят, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И произошла между ними распряк. Кстати, до сих пор. Одни говорят, что в субботу можно делать чудеса, другие говорят, что нет. К какому компромиссу пришли евреи, что для спасения жизни все можно делать? Даже нарушать субботу. Ну, евреи же. Как по-другому. И опять они говорят слепому. Не удовлетворил их такой ответ. Опять говорят слепому. Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз очи тебе, он сказал, это пророк. Пророк. Почему пророк? Потому что все евреи тогда знали, что если человек был пророком Божьим, ему достаточно было сказать что-то. И если человек это сделает, получит результат, о котором просил. Например, Нааман. Помните Наамана? Четвертая книга царства. Илия, нет, там был не на этом, был Елисей. Елисей даже сказал, вообще даже не вышел к нему, он послал своего слугу и говорит, пойди скажи, пускай семь раз в Иордан накунется и до свидания. Как говорится, Иодью. Нааман-то был гордый человек, он сказал, что ты ко мне не вышел-то, пророк. А ему сказали простые люди, ну сказал же пророк, пойди сделай, что тебе жалко, что ли? И очистился. Вот вам пример. Он сказал, ну он сказал, умойся, я умылся. И очистился. Все, я теперь вижу. Не поверили. Написано, тогда иудеи не поверили, что он слеп и прозрел. Не поверили, что он был слеп и прозрел. По факту, все подтвердили, но не поверили. Что сделали? Родители пригласили. Родители сказали, родители, что ж были евреи. Они же понимали, с кем имеют дело. Они ему сказали, да, так и родился слепой. С детства ничего не видел. А как иритон зрячим стал? Они опять же понимали, что если сейчас они скажут, что ему Иисус глаза открыл, их отлучат от собрания. В еретике запишут. Ну написано, уже они договорились всех от синагоги отлучать. Они говорили, так он же уже совершеннолетний, у него и спросите. Что же вы нас-то спрашиваете? Мы уже как бы за него ответственность нанесем. Кстати, совершеннолетний по тем временам 13+. Так, чтобы было понятно. Следующий факт. Они говорят, мы знаем, что это сын наш. Они подтвердили наш сын. И был слепой от рождения. Следующий факт. Написано, что иудеи уже договорились, что если кто-нибудь уверен, что тот, который вот это все делает, Христос, то есть Мессия, то есть тот самый помазанник, Сын Божий, уже отлучаем его от синагоги. То есть они заранее не были готовы вообще принять никакого Мессии. Вообще никакого, потому что это не вписывалось в их сценарий. У них другой был сценарий. Понимаете? И им не важно, что человек страдал всю жизнь и исцелился. Им важно, чтобы в субботу не это самое. А Иисус давно уже говорил им, что не человек для субботы, а суббота для человека. Короче, родители ответили по-еврейски, все было хорошо. И они опять к нему обращаются и говорят, «Мы знаем, что человек тот грешник». Парисеи ему говорят. Грешник. Почему? Субботу нарушил. А этот, вот это очень важный момент. Сейчас мы о нем подробно поговорим. Этот человек, мы должны знать, как его зовут? Ну, скажем, Мойша. Ну, Мойша нехорошо. Мойша был пророк. Ну, пусть будет, пусть будет не Мойша. Значит, этот грешник, он говорит, или нет, я не знаю. Одно знаю, что я был слепой, а теперь вижу. Вот это, говорит, я знаю. А грешник он был или не грешник, я не знаю. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверстие твои? Нужно же было подтвердить, что он субботу нарушил. И он говорит, я же уже сказал вам, а вы не слушали. Ну, так вот, культурно ответил. Я же вам сказал, а вы не слушали. Ну, обязательно же, что начальству, чтобы вы не злословили. Нельзя было злословить. Он культурно ответил. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Помните, я вам говорил, три варианта было. Первое, хотим как он, хотим для нас, хотим поглазеть. Он говорит, может, вы тоже хотите, как он, научиться? Они же укоряли его и сказали, ты ученик его. Ты, а мы ученики Моисея. И знаем, что с Моисеем Бог говорил, а про этого не знаем, откуда он. Опять же, еврей прозревший, тут написано, человек прозревший. Не просто, прозревший. Кстати, на греческом тоже написано, который начал видеть. Знаешь, он не видит, а сейчас видит и говорит. Это и удивительно, я очень извиняюсь, удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очень. Вы ведь не знаете, откуда он, а он отверз мне очень. Но мы знаем, они говорят, что грешников Бог не слушает. Помните, в притчах написано, как в притчах у нас написано, далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Это же Ветхий Завет, он им Ветхим Заветом и кроет все их карты. И говорит, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто-то отверз очи слепорожденному, если бы он и был не от Бога, не мог бы творить ничего. Это простой человек, который вчера еще просил милостыню у храма, говорит учителям еврейского народа. Знаете, что это мне напоминает? Когда Иисус говорил, оставайтесь в Иерусалиме, получите силу и будете мне свидетелями. Они, дрожащие, которые сидели там вот в этой, как она называлась, горнице, да, и одно у них было на уме, тварь ли я дрожащая, да, или право имею, вдруг, боявшись, даже дверь открыть, даже щелочку, чтобы не дай Бог, кто не узнал, вдруг распахивают двери этой горницы, выходят и свидетельствуют. Простой человек, вот вчера, вот он сидел там, его никто даже не замечал, просто милостыню давали, кто хотел. А сегодня берет и обличает фарисеев, тогда, по тем временам, обличать фарисействующих раввинов, это было, ну, что-то сверху, как сегодня выйти к раввинатскому суду и сказать им, ребята, вы что, не понимаете, что Христос это мессия? Ну, примерно точно так. Сказали ему в ответ, прямо вот, вот, вот видно, прям, как они так вот склонились над ним, вот так вот, и сказали, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Ну, а что им еще оставалось делать? Они выгнали его вон, потому что, как говорится на современном языке, крыть нечем. Он им прямо вот проповедь прочитал, в трех стихах, напомню проповедь. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверзм не очень. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Евангелизация. А как еще? По-другому никак. Простой человек обличает фарисеев и просто говорит им, «Ребята, вы не понимаете, вообще, с кем вы дело имеете?» И он не Иисуса имеет в виду, кстати. Он имеет в виду Бога. Вы, типа, нас учите знать Бога, а сами-то Его не знаете. Вы и Слово-то Его не знаете. А это, кстати, факт. Что фарисеи, каждый знал Слово в меру своей образованности. До момента, как он получит свое откровение собственное. Получает откровение, открывает свою школу. И не важно, что там дальше написано в Слове Божьем. Так до сих пор. Ничего не поменялось. В 41 стихе Иисус говорит о разнице между слепыми и зрячими. Давайте прочитаем, потом вернемся к предыдущим стихам. Иисус сказал им, если бы... А, услышав это, некоторые фарисеи, бывших с ним, сказали, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе грехов. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Это подтверждение того, что Иисус сказал в самом начале главы. Он сказал, «Никто не согрешил, ни он, ни его родители». Можно было бы исцелить, если бы не говорили, что зрячие. Они сформировали на основе слуха и зрения свою картину мира. И теперь говорят, что она правильная. До сих пор. Иисус говорит, «Грех ваш на вас». Позже мы читаем в Евангелии, что он говорит, «Если бы вы знали Писание, изучали бы их, то оно все свидетельствует обо мне. Все абсолютно. А вы не признаете». И вернемся немножко назад, когда Иисус узнал, что его выгнали. Вон, встречает его и говорит, «Ну так веруешь ли ты?» Давайте прочитаем. «Веруешь ли ты в Сына Божий?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус говорит ему, «И видел ты его?» И он говорит с тобой. Он же сказал, «Верую, Господи». И поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Страшные слова на самом деле. То есть, человеку иногда нужно стать слепым, перестать видеть истину, чтобы истина пришла к нему с самой неожиданной стороны. И для этого пришел Иисус. Каждому из нас в жизни. И ко мне в том числе. Он пришел, чтобы я, как человек, который думал, что знает истину, потому что я искал Бога в разных местах, даже там, где его быть не может просто априори. Я его там искал, потому что я думал, там тоже Бог может. Ну, Боже, он Бог всего. Я никогда не был атеистом. Я знал, что Бог мог всего. Но никак не ждал, что ко мне придет Иисус в полуподвальном помещении. Сидя на пластиковом кресле, когда я был, когда пели псалмы на иврите с диким русским акцентом. Я не знал, что ко мне придет Иисус. Я его не ждал там. Я его вообще не ждал. Я не знал, что он вообще может прийти. А он пришел. И я понял, что вообще все мои 40 лет жизни были заблуждением от начала и до конца. Я видел, я слышал, я делал умозаключения, строил свою картину мира. Но потом пришел Иисус и поменял мне все на 180 градусов. Я перестал видеть то, что я видел раньше. Я начал видеть то, что я должен видеть сейчас. И мне грехи мои простились, потому что я признал, что я был слеп. Потому что если бы я продолжал, ну я же видел, ну я же знал, ну я же тоже, ну я же это, если бы я продолжал с ним, я, кстати, с ним спорил долгое время, но не по этому поводу. Я думаю, что мне бы ничего не простилось, потому что здесь написано, что грехи останутся у нас, если я буду продолжать говорить, что я вижу, что я знаю, что я умнее, что я понимаю, что я там закон Моисея блюду и так далее. И все это происходит, как я уже сказал, на глазах у учеников. И когда ученики поняли, что нужно делать, дальше они начали применять это в своей жизни. Потому что когда апостолы в тюрьме начали петь псалмы, случилось великое землетрясение. Оковы пали. Двери тюрьмы открылись. И этот смотритель, или как он там назывался, охранник, хотел даже убить себя. Они говорят, не делай себе ничего плохого. Мы здесь. И он понял, что что-то произошло сверхъестественно. Языческий вообще идолопоклонник какой-то. Он говорит, подождите, а что же делать-то мне, государь и милостивый говорит, ну, перед чем вы уйдете и бросите меня вот здесь вот, что мне делать? Они ему говорят, очень просто. Это деяние апостолов, 16 глава. Они говорят, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом. Где они это слышали? А вот тут написано, веруешь ли ты в Сына Божия? Они же от Него это и слышали, они же не сами это придумали. Потому что они видели, что тот, кто верует, спасен будет. А кто не верует, осужден будет. Ты хочешь быть спасен? Веруй в Господа Иисуса Христа. У них все просто. Они что, вот как Иисус говорил, вот как Иисус говорил, я ничего не делаю, не видя Отца Творящего. Ученики ничего не делали, не видя Иисуса Творящего. Все, что он делал, они повторяли. Он говорит, они говорят. Он делает, они делают. Он говорит, ходите, они ходят. Он говорит, сидите, они сидят. Ну не всегда, правда. Петр там периодически подбунтовывал. Но спасся. Тоже было в планах Божьих. И есть очень важное, очень важное заключение из всего этого. Кто главный герой этой главы? Иисус? Фарисей? Ученики? Или прозревший? Как вы считаете? Кто главный герой? Нет. Главный герой прозревший. Это глава о нем, не об Иисусе. Об Иисусе мы и так все знаем. И будем знать дальше. Это глава про прозревшего. Потому что здесь написано то, что в земном понимании было очень бы явно и ясно понято теми, кто услышал бы эту историю, скажем, через 10, 20, 30, 40, 50 лет. И понимают до сих пор. Потому что когда Иоанн Богослов, Иоанн, который ученик Иисуса Христа, получил откровение от Иисуса Христа, и в 12 главе написано так откровение, 10 стих, «И услышал я громкий голос, говорящий с небес. Ныне настало спасение и сила царства Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Парисеи были повержены. Они выгнали его вон, потому что они не смогли с ним ничего сделать. Они обвинить его не смогли и на свою сторону перетянуть не смогли. Они просто в бессилии собственном расписались. И дальше написано, «Они победили его кровью Агонца и в очень важный момент и словом свидетельства своего, прозревший ничего, кроме свидетельства своего, никому не говорил». И это поставило точку в осуждении в обсуждении и даже в том, что фарисеи не смогли его обвинить. Фарисеи устраивали суд на ровном месте по любому поводу. Они начинали, вот Иисус всегда говорил, «За что вы собираетесь побить меня камнями? За то, что я делаю добрые дела?» Они говорят, «Нет, добрые дела нормально, пойдет, хорошо. Мы любим добрые дела, поглазеть же пришли». «Богохольник ты!» Сразу раз в суд у них, приговор. А он им доказывает прям по Писанию, «Какой же я богохольник? Вы можете заявить то же самое, что вы дети Божьи?» Говорит, «Нет, не можем мы заявить так, и ты не можешь, богохольник». Клевета? Клевета. Побеждены? Побеждены. Потому что Иисус говорит, «Я пришел сюда к овцам положить за них жизнь. Имею на это, говорит, право и власть. Никто не имеет права и власть положить ничью жизнь ни за кого. самоубийцы, вы знаете, в рай не попадают. Дальше, когда он говорил, «Куда я иду?» «Вы идти не можете?» Парисеи сразу чего удумали? Говорят, «Наверное, хочет покончить с собой. Нет. Он имеет власть отдать жизнь, а потом имею власть и принять ее обратно в искупление грехов. И тогда овцы все пойдут за мной, они знают меня, они говорят, придут, уйдут, выйдут и зайдут, и никто не может похитить их из руки моей». Почему? Потому что он власть имеющий. Парисеи не готовы отдать власть. До сих пор. Не готовы отдать власть. Сегодня мы живем с вами в Израиле, и это очень актуальная тема. Некоторые партии призывают, давайте мы объявим войну этим самым, как их называют, харидим, фарисеям нынешним. Да не можете вы воевать с фарисеями? Потому что они вам войну не объявляли. Они хотят власть, и вы хотите власть. А власть исток у одного, у Бога. Это так было изначально. Это евреи удумали Бога упросить, дай нам царя, как у всех. Бог должен был оставаться их царем. И мы знаем, что в результате придет долгожданное время, тысячелетнее царство здесь на земле, где будет Иисус царствовать вместе с живыми и мертвыми. И это будет благоденство. А потом небесное царство, когда вся земля уже покается, все, кто можно было покаяться, покаяться, кто не захочет, не покаяться, все будет сожжено, вот тогда заживем. Но уже там, не здесь. А на земле должен воцариться истинный царь. Но только не люди должны его короновать. Потому что, помните, когда Иисус говорил, что когда он узнал, что они хотят тайно его помазать в цари, он ушел. Потому что не люди должны его короновать. Он должен прийти с небес, как царь, который должен был быть у народа Израиля. И прозревший слепец просто свидетельствовал. Он свидетельствовал о славе Божьей в своей жизни. Как часто нам приходится выступать адвокатами Богу. Он ведь мог выступить адвокатом Иисусу и сказать, ну смотрите, ну вот еще вот это, а еще вот это, а вот он подошел, а вот он знал, а вот он... Бог не нуждается в адвокатах. Бог нуждается в свидетелях. И поэтому он сказал своим ученикам, не покидайте Иерусалим, ибо в тот день вы получите силу и будете мне свидетелями, не адвокатами, ни судьями, ни, я не знаю еще кем, он сказал свидетелями. Мы должны свидетельствовать о его славе в нашей жизни. А еще делаем апгрейд такой христианский, апгрейд. собирайте свидетельство своих знакомых. Потому что иногда, когда мы свидетельствуем о том, что Бог сделал в жизни Васи, Пети, Клавы, Даши, Маши, у кого-то раз и сложится пазл. И он не выберет уже три варианта. Хочу себе, хочу научиться, хочу поглазеть. Он скажет, если это произошло у него, Бог хочет, наверное, того же и для меня. Потому что сегодня люди уже понимают, случайности не бывают. У нас не Бог случайностей. У нас Бог порядка. Мы об этом говорили в прошлом раз. Бог порядка. Он, если что-то делает, он делает для чего-то. Если человек родился слепорожденным, а это Бог его на секундочку соткал слепорожденным, написано, это не противоречит Писанию. Новый Завет не противоречит Ветхому. в Псалме не помню в каком написано, что твои очи видели, как я, каждый сустав соткан был в чреве матери. Бог знал, что он родился слепорожденным. Но люди не готовы это принять. Люди хотят понять, кто согрешил, кто виноват, кто это сделал. Или собачку ругают, кто это сделал. Кто это сделал. Кто это сделал. здесь. Нет. Это все для того, чтобы удивились дела Божьи. Бог его таким создал, и Бог его помилует. Он создал его слепым, чтобы всем явить свою славу. А Бог говорит, свою славу не отдам никому. И фарисеи это знали. И когда Иисус говорил, я делаю и творю дела Божьи, они говорят, но Бог же свою славу не отдает никому. У них даже в мыслях не было того, что Бог может просто сына своего послать как человека. Они же хотели, чтобы он пришел как Бог, а Бога не видел никто и никогда. Вы не можете увидеть. Даже Моисей, которого они так почитали, не мог увидеть Бога, хотя разговаривал с ним лицом к лицу. Но лицом к лицу он разговаривал с сыном Божьим, потому что он единственный, кого мы знаем, кто являлся людям в человеческом обличии. Фарисеи много чего не хотят замечать. Иисус говорил, бойтесь закваски фарисейской, седукейской. Сегодня даже среди наших братьев и сестер во Христе есть много фарисейства. Они не хотят много чего замечать. Сегодня много уже учений. Сегодня тот самый период, когда люди выбирают себе басни больше, чем здравые учения. Об этом Павел предупреждал 2000 лет назад. Наша задача не поддаваться этим ветрам учений, не вставать на чью-то сторону. Бог в адвокатах не нуждается. Запомните это. Бог хочет, чтобы мы свидетельствовали о Его славе. Он все, что делает в нашей жизни, допускает в нашей жизни и потом исцеляет только для того, чтобы слава Его являлась людям. Чтобы дела Его были видны и мы были тому свидетелями. Я вас призываю в ближайшую неделю, может быть, даже список себя составить, свидетельств славы Божьей в вашей жизни. Вы знаете, как много людей нуждается в том, чтобы вы им свидетельствовали. А как мы узнаем, что им свидетельствовать, когда мы спросим у них, как Иисус подходил к ним, хочешь ли ты исцелиться? И он говорил, хочу, Господи. Или подходил к этому в купальне Бетхезда и говорил, хочешь исцелиться? А тот рассказывал ему, почему у него это до сих пор не получилось. Еще раз, тебя что спросили, что ты рассказываешь? Но он-то не понимал, кто перед ним стоит. И люди не понимают, кто перед ними стоит. Мы не делаем ничего своей силой, но можем помолиться, и Иисус говорит, все, что попросите во имя Мое, я сделаю. Не вы сделаете, он говорит, а я сделаю. Попросите, узнайте, что человеку нужно, и я явлю свою славу через вас. Сегодня нет Иисуса среди нас здесь, он не ходит водясь пешком, как раньше ходил с апостолами, но он в нашем сердце есть. Царство Божье внутри нас есть, и мы можем являть эту славу людям через свидетельство. Еще раз, через свидетельство. Не надо никого уговаривать, не надо никого убеждать, нужно свидетельствовать. Потому что, когда апостолы пять минут назад сидевшие, дрожащие там от страха, чтобы, не дай бог, никто их не нашел, не выгнал оттуда, открыли дверь, пять тысяч человек Бог приложил в этот же день к церкви. Почему? Потому что они свидетельствуют о славе Божьей. Мы можем делать то же самое. Только так растут церкви на самом деле, они по-другому не растут. Они не растут из-за убеждений, они не растут из-за каких-то там неведомых проектов. Нет, конечно, растут от проектов, но на любом проекте, если там нет свидетельства, ничего не будет. Ничего не будет. Можно провести колоссальную евангелизационную, колоссальную эквензационную крусейд, но если там не будет того, кто выйдет и скажет, Бог сделал в моей жизни вот так, Бог сделал в моей жизни вот так, Бог сделал в моей жизни вот так. Если это не будет рассказано тем, для кого это прозвучит, мне от сердца будет сказано. Не сработает. Я хочу, чтобы мы с вами помолились о том, чтобы Бог просто поднял в нашей памяти, в наших сердцах все, о чем мы забыли. Чтобы мы вспомнили, что слова, которые говорят, ты оставил свою первую любовь, они нас касаются. Мы оставили свою первую любовь, мы забыли о свидетельстве Божьей слова в нашей жизни. Давайте вспомним об этом. Давайте вспомним, будем свидетельствовать другим людям. Давайте вспомним, будем ободрять. Очень много людей сегодня, особенно сегодня, когда этот коронавирус, когда непонятно ничего, когда это вот очень сравнимо с теми временами, когда был здесь Иисус, было вообще ничего непонятно. Вроде у себя дома, но в рабстве. Вроде храм есть, а служит какой-то идумей. Ничего не понятно. Одни фарисеи говорят, помните, когда власть меняется? Красные пришли грабить, белые пришли грабить. Куда бедного хрустяна нападать? То же самое. Никто ничего не понимает. Свидетельство Божьей славы может дать людям потрясающую возможность увидеть просто луч надежды. А надежда не постыжает, потому что верен обещавший. Давайте за это помолимся и эту неделю посвятим именно этому. Давайте будем свидетельствовать другим людям о Божьей славе в нашей жизни. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешь свою славу в нашей жизни каждый день. Мы видим ее, Господь. Мы видим ее в мелочах, Господь. Мы видим ее в крупных вещах. Но почему-то мы забыли о том, что мелочи – это то, что делает большую разницу. Ни одна стена не была создана монолитом, Господь. Она была сложена из кирпичиков. Стены Иерусалима во времена изгнания и после изгнания не складывались из одного монолита. В нем участвовало много людей, и каждый клал свой камень. Господь, пусть из этих камней свидетельств, Господь, складывается одно большое свидетельство в нашей жизни, которое мы расскажем миру, Господь. Дай нам эту мудрость, дай нам глаза, открой нам эти глаза. Сделай нас зрячими духовно, чтобы мы видели это все, замечали это все, подчеркивали это все и выносили во свет, потому что, Господь, мы хотим творить Твои дела. Ты свидетельствовал о себе, потому что Ты есть истина, но мы свидетельствуем о Тебе, Господь. Мы хотим явить действительно Твой свет, Твою славу в этот мир, но не нашу славу, Господь. Потому что мы все хотим делать так, как Ты сказал, просить во имя Твое, и Ты сделаешь. Но мы должны знать, кому, когда и как, потому что Ты всегда посылал Своих учеников, куда Сам прежде хотел идти, Господь. Покажи нам, куда нам идти и кому свидетельствовать, Господь. Потому что именно так Ты умножаешь свою церковь через слово свидетельства. Мы хотим свидетельствовать о Твоей славе, не о своей, Господь. Не о чудесах, которые мы не можем объяснить, а о том, что Ты, Господь, делаешь. Потому что Ты единственный чудотворец, который стоит за всем, что создано на этой планете. И все, что здесь есть, это все Твоя слава, она видимая. И об этой славе день и ночь передают друг другу речь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься славой в нашей жизни, за то, что Ты исцеляешь нас, за то, что Ты наполняешь нас. За то, что каждый из нас может явить Тебя, любому человеку, который сейчас нуждается больше всего в Божьей любви. Будь прославлен и превознесен во веки веков, Господь. И я сейчас провозглашаю имя Иисуса Христа, имя Господа, который сказал, «Правозглашает она все общество, и тогда имя мое будет наниха». «Неверихиха, Одонай, וישмириха». «Иса, Одонай, панавелеха». «Яер, Одонай, панавелеха, ויחонеха». «Воясым леха шлём». В шуме Гишуа Масхиах, Малайх Амлакхин, Идон Адоним, Леолам ваен. Аминь. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok